МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То, что мы пытаемся сейчас стать на новые рельсы, я думаю, позволит нам и нашей молодежи, нашему интернату, более активно играть в тот кубол, который нравится, нравится болельщикам. Основные цели играть, помогать команде, и сейчас я покататься здесь. Рубин жил, Рубин живет, и Рубин будет жить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Год 50-летия. В руководстве в республике была поставлена задача порадовать наших казанских болельщиков яркой, красивой игрой. Чемпионских амбиций не было. Мы знали, что с 2008 года мы набирали под это людей, специально набирали людей. То есть там были все бойцы, все должны были биться. Мы собирались от обороны сразу играть, потому что на эти средства, которые нам выделили, мы не могли тогда собрать команду супердорогих игроков. Но собрали, точно выбирали всех игроков, очень долго думали, всех взяли бойцов. Я знал перед тем, как перейти в Рубин, что клубу в этом году исполняется 50 лет, юбилей. Я понимаю всю ответственность, которую я несу перед Рубином. Рубин для меня не рядовая команда. В этой команде я остался как футболист. Люди были так заинтересованы меня купить, что это действительно подкупило. Мы должны были, прям с 2008 года, вот с первого года формирования вот этой новой команды, мы же 14 игроков взяли тогда, новых. Мы должны были бороться за тройку. И всегда быть в Еврокуках. То есть эта задача прям в 2008 году стояла. Конечно, никто не думал, что мы будем первыми. Это вообще было перевыполнение плана. А когда на следующий год уже выиграли чемпионат, руковод сказал, ребята, вот это ваши задачи есть. То есть уже никто не вспоминал даже, что вообще в целом задача-то была биться за тройку. То есть тройка – это было третье место, там розовые медали – это было как бы уже высшее достижение. Ключевой, наверное, самый важный, имел который значение очень важное, и мы с Курбан Бекевичем четко понимали, это был Симак. Для того, чтобы нам бороться за высокие места, нам нужно очень много работать. Но, безусловно, команда собирается очень неплохая, но мы должны показывать своей игрой, доказывать то, что мы достойны играть в европейских турнирах. За него всерьез включился в борьбу крыльсоветов. Там же был как раз Герман Каченко и Слуцкий. То есть это хорошо знающие возможности Симака люди. И они включились по полной программе. То есть мы такую конкуренцию выдержали страшную. Ну, вообще, такого в жизни не было, чтобы у нас главный тренер сам садился и ехал в Москву. У нас Курбан Бекич ездил в Москву специально, потому что я чувствовал, что он сейчас уйдет у нас. Я прям звонил ему, говорю, слушай, Бекич, давай, пролетай в Москву, потому что сейчас мы его не увидим. Он говорит, да, сел он в самолет, пролетел, мы встречались с ним в Мариоте все троем. Убеждали, рассказывали. Я думаю, что вот ключевой момент был, когда Бердейх приехал, мы его убедили, и он как бы к нам приехал. Это ключевой. Самый трудный, я думаю, это был скардианизм. Турецкие бизнесмены, ну, они очень такие, как бы, много придумывают, не нужно совершенно вещей. Там были, знаете, какие вещи? Нужна была гарантия какого-то банка, чуть ли там Нью-Йорк-Сити банк, еще что-то. Я говорю, вы что, с ума сошли, что ли? Ну, там сумма такая. Искали, искали, искали. В общем, ладно, все, договорились, Акбарс. Это надо понимать, что сейчас заканчивается трансферное окно, закрывался в этот день. Мы работали там всю ночь, столько переговоров провели. Выясняется, что банк тот, турецкий, их страна, он не может принять эти деньги. Мы просто обалдели. Мы говорим, вы что, обалдели, что ли? Они не могут даже гарантию такую принять. Никаких гарантий они, в общем, не получили, без гарантии согласились. Георг Денис сам за себя написал расписку, что если, значит, Грубин не выплатит им 9 миллионов евро, то он заплатит им 10 миллионов евро. Ну, все, все. Звучит финальный свисток. Рубин, Казань, чемпион России по футболу 2008 года. Теперь это абсолютно официально. Слава Аллаху, что он услышал наши молитвы. Я поздравляю болельщиков Грубина, руководство республики, которое очень много сделало. Мы долго шли к этому, и слава Аллаху, что он услышал. Эмоций вообще не было, действительно. И я расстроился, наверное, и все. Хорошо, что нашли силы закончить это сегодня. Можно было это закончить в Казани, но сейчас это вдвойне приятно, потому что эту игру вырвали просто на последней минуте и сражались, действительно, до последней минуты. После игры в Раменском, когда мы стали чемпионами, оформили чемпионство, конечно, эмоции пили через край, и эти национальные головные уборы на нас были, мы радовались. И так что запомнилось то, что очень много было корреспондентов в раздевалке, так что мы даже, как бы сказать, в тесном кругу только пообщались, когда прилетели в Казань. Курбан Бекевич объединил одной целью, поняли все сразу требования тренера, и так получилось, что у нас получился удачный старт из 7 побед, и пошло-поехало. Были пропусковки в чемпионате походу, но это нам не помешало, завоевать первый азот Рубин. Когда Рубин снова станет чемпионом? Я не знаю. Я не был в зорбище, чемпионом в зорбище. Это нелегко стать чемпионом. Я надеюсь, в ближайшем будущем, потому что Рубин до 100 метров. У нас план на три года. В течение трех лет мы должны привести клуб в такое состояние, клуб и команду, чтобы они были готовы к большим свершениям. То есть, ну, грубо говоря, мы хотим с опережением, как говорится, раньше же было, пятилетку там за 4 года. Мы тоже, конечно, будем стараться, все силы приложим к этому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова